Зона Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выставить, либо сломаться. Выставить ли человек зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее. Андрей Тарковский Вам плохо? Не то слово, мне парень поган. Да не волнуйтесь вы так, ну ей-богу, завтра же все исправлю. Исправишь ты. Раньше нужно было исправлять, Расяпа, все целы бы остались. Расяпа Сами. Но они же не знали, что за всем этим безобразием давит косяка храбрый Д'Артаньян. Тормози. Про подоконник я чего-то не въехал. Ша, что ты мне в руку гонишь, Андерсон? Не было там такого. Я кино помню. Таран, так то кино. А я тебе по книжке тискаю. Ты мне по марке не забивай. Я книжек столько прочел, что тебе в бреду и не снилось. Малолеткам будешь про графиню втирать. Ну, короче, кардинал засылает своих ментов, типа обложили. Д'Артаньян прыгает на вороного скакуна и нарезает винта до Версаля. Здоровичка, Таран. Вот братва тебе собрала. Не побрезгуй. Отдыхай, Сказитель. Не суетись, брат. Присядь. Базар у нас твой будет неприятный. Что случилось в натуре? Что ж ты творишь, Агдам? Я за тебя впрягся. Смотрящим тебя над камерой назначил. С Еленом за тебя чуть не разосрался. А ты понятия нарушать. Не врубайся, Таран. Что за базар? Что за прокладки? Это не ты у меня спрашиваешь. Это я у тебя буду спрашивать. Чего ты там наш мандячил с общаком? И с пассажиром, с этим как его? С экономистом? Подошел состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, без озона, все физонно. Зона, зона, без резона, гоните. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит выйти апрельская капель. Ничего, ничего. Считаю, что тебе повезло. Ага. До свадьбы заживет. Это ты, Марин, в точку попала. Только свадьба у меня пока не намечается. Багров? Ну, ты как, цел, нет? Ух ты, черт. Вижу, ничего серьезного, да? Потому что мне рассказали. Да это Волынов всю тюрьму переполошил. Рик понял, Багрова придавили, Багрова придавили. Они зря волнуются. Чего-нибудь, что с него с первого спрошу. Запустил все хозяйство со своей пьянкой. Сегодня автозак от тормоза отказали, завтра крыша в сарае обрушится. Вот не надо только Волынова наказывать. Антипович свое дело знает. А несчастный случай он и так мог произойти. Тормоза, Багров, просто так ни у кого не отказывают, понимаешь? Пить надо меньше, вот и весь разговор. А кто пьет-то? Ну, ладно, ладно, к словам-то цепляться. Знаю, что завязал, молодец. А с Волынова я спрошу. Вот он прошел. Подумал я. Тюремный общак нынче без хозяина. Разделен по частям на разные хаты. Поэтому и порядка нет. А беспорядка нельзя. Ну, сам знаешь, таран, бабки ежедневный счет любят. В одном месте они должны храниться. Понял я, к чему ты клонишь. Централизация нужна. Только у нас такого сроду не было. Нельзя все яйца в одной корзине держать. Ментам легче в одном месте общак хлопнуть. Соображалку иногда включай. Ну, а почему нельзя? Менты сроду найти яйца лапу не наложат. На хрена им неприятности? Не ментов надо бояться, а своих. Измельчал народец. Тащи это за общака мал по малу. За свою хату слово держишь? А что? У меня с общаком полный порядок. За ним экономист приглядывает. Я ведь таран его не просто так проверял. Я хотел понять, можно ли тебе его кандидатуру предложить. И что ты понял? Подходит экономист. Если тебе нужен человек, чтобы душа за общак спокойна была, лучше экономиста не найти. Проверялка у тебя еще и не выросла. Для таких постановок много на себя берешь. Юный рационализатор. Складно лепишь, Агдама. Одного не пойму. Как ты осмелился в таком деле инициативу проявлять? Не по сеньке шапка? Или ты не знаешь, что за это бывает? Да я же таран, я же только проверить, тебе показать. Присядь, Агдама. Базар твой верный. Надо общак в одни руки передать. Чтобы руки эти были наши. Не зря Агдамьяна тебя поставил. Вилен по ходу стар стал, не догоняет. Одним ухом меня слушает. Другим старых Пердонов своих, типа твоего Гриши. А нам молодым и карты в руки. Так ты что согласен? Я скажу да. Вилен скажет нет. Так по ходу не добазаримся. Надо Агдам кореновать тебя. Двое нас тогда будет. Я же таран за тебя пасть порву руку. В любом. Погоди ты. Не будь шустривой. Пришли ко мне своего экономиста. Хочу убедиться, не выханулся ли ты. Ну, Маша собрала свои манатки. Зашла попрощаться. Полинка, ну, ну чё ты, ну. Да подожди, поставьте свои сумки. Набрала, набрала. За сумищами само не видно. Боже, ну как же это. Вот всё мое добро здесь. Да я ж здесь считай дневала и ночевала. Это же мой дом был. Ой, Полинка. Ну давай посидим что ли. Ой, ну как же так, а Полин. Ну. Давай, Маша. Ой. Ой. С Богом. Ну ты не заходи, может что-нибудь прояснится. Давай, с Богом, Полин, давай. Сука, жизнь. Согласна. Обстоятельства твоего дела, Иванов, изменились. Ты теперь не просто подставляешься, а по-крупному. С каких это пор обычная драка? Это не драка, Иванов. На тебе теперь труп. Э, начальник, какой ещё труп? Один из потерпевших, гражданин Будайко, скончался в больнице от ножевых ранений. У нас людей в обрез, а ты с сотрудниками бросаешься? Да она сама. Да не надо мне тут сама. Я прекрасно знаю, что Сытник не собиралась увольняться. Николай Степанович, мне посначала тоже показалось, что она женщина порядочная. А сейчас что, прозрел? Да прошина у неё тёмная. Да какое всадницу прошлое? Николай Степанович, с таким прошлым работать в нашей системе никак нельзя. А с чего ты взялся судить-то вообще? Какое у кого прошлое? Ты-то с чего взялся, а? Может, у тебя в детстве тоже яблоки? Тырил. И что? Приведи сюда Сытник мне! Иди сюда Сытник, сказал! Я вообще сейчас всё объясню. Не надо мне ничего объяснять! Есть привести Сытник. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышь, Павлов, что это вас воры гоняют туда-сюда? Я уже заколебался вас водить, кто к Вилену, кто к Тарану. Ты не води. Эх, сказано, как это не води? Да не води и всё, ты же не у воров на службу. Хрен его знает. Жрать-то надо. Эх. Думаешь, мне здесь хорошо? Я, может, в детстве мечтал укротителем тигров стать? И чего не стал? Ем я много, а укротителей зарплата маленькая. А тут, типа, большая. Здесь возможностей больше. Работа сроднее, укротительской. Так, отстоять разговорчики. Давай, двигай. Да, Величко, не забудьте снять горчичники с Баранова. Только, пожалуйста, не забудьте, а то на вас уже больные жалуются. Да, кстати, Баранов ваш товарищ по несчастью. Здорово, бать. Какой тут здравие? Ну, чё ты как? Плохо тебе? Да уж, не хорошо. Все бабы. Будь они неладны. Постойте, папаш, вот между нами мужиками, а, что ты почувствовал? Ну, когда с тобой это произошло? Почувствовал? Выпить надо. Тогда все путем пойдет. Да ладно. Неужто алкоголь способствует? Ну, ясное дело. Только надо очень большое количество. Да, папа кланится вам велел, Григорий Яковлевич. Да. А почему вы удивляетесь? Он, между прочим, вас считает самым ценным своим кадром. Да, правда. Да, давайте по слогам. Значит, «Гайды шеф» и «Акивис». Да, «Акивис». Ну, а хоть какая-то информация доступна? Да вы что? Конечно, поможете. Еще как. Ага. Да-да, спасибо огромное. До свидания. Ну что, фамилия Мащенко Великая Сила? Да уж. Правда, по Кивису ничего нет, но зато мне назвали имя следователя, который вел дело по Гадишеву. И я, наверное, думаю, что прямо сегодня я с ним и встречусь. Да, повезло. Багрову с помощницей. Настюш. Только он вряд ли это оценит. Кать, ну при чем тут Багров? Я же не для Багрова это дело, мне само интересно, понимаешь? Ну ладно. То есть, батя, ты, значит, бухнул и у тебя все восстановилось? Ну да. Как принялся я из-за эту стербу. Стены ходуном пошли. Соседи прибежали. А я продолжаю. Я бы так не смог. При посторонних. А что мне посторонние? Тут сосед подвернулся. Я и его. Два раза. Соседа? То есть мужика? Да. А под горячую руку все едино. Баба или мужик. По морде и соседу. А в чем по морде-то? Изменила она мне с ним. Пришлось проучить. За это дело и в тюрьму попал. Постой, батя, а про что ты мне сейчас говоришь-то? Вот где раз. А ты про что спрашивал? Я вас понимаю, Анастасия Павловна, но почему бы вам с этим вопросом не обратиться к вашему папеньке? Так он меня к вам направил. Так ли это? Ну, откуда же, по-вашему, я еще могла узнать, что вы ввели следствие по Гайдышеву? Ах, да, конечно. Так чем вас заинтересовал покойный Гайдышев? Ну, я вам это потом скажу. Как изволите. Я ведь подключился к этому делу на последнем этапе и многого не знаю. Но зато все, извините меня, Анастасия Павловна, дерьмо пришлось разгребать мне. Дерьмо? А какое дерьмо, простите? Господи, ну не повторяйте вы за мной такие слова. Я хотел сказать, что мертвый Гайдышев доставил мне куда больше неприятностей, чем живой. Что заканчивал экономист? Плановый. Знамо дело. Меня из физкультурного техникума поперли за драку. А уж на зоне я юрфак закончил. Ну-ка замыти нам Купенческого. Не откажешься экономиста? Чифир. А зачем? Я это дерьмо не пью. Просто чай. Угостишь, не откажешься. Расскажи мне, экономист, как так случилось, что я к даму к тебе хорошо относится. И дядя Гриша. А они ведь люди разного покроя. Не знаю. Я ничего для этого не делал. Так получилось, само собой. Ты по существу рассказывай. Вот какое существо тебя до Цугундра довело? Может я чем помогу? Да нет. Мне уже никто не поможет. Как поют? Ни бог, ни царь, ни герой. Ну, про Бога-то зря. Все под ним ходим. И неизвестно нам, кому он поможет. Давай рассказывай. Может и выгорит чего. Когда Гайдешев скончался, тело его еще полгода в морге пролежало невостребованным. И это при живой жене. А в чем же тут дело? Так она его и засадила за решетку. Ну, поругались они. Он ее и сбил. Потом он хотел на мировую пойти. Она наотрез отказалась. А потом, когда Гайдешев умер, она нам заявила, вы его убили, вы его и хороните. Ну и что, похоронили? Ага. За государственный счет. Понятно. А из-за чего они поссорились-то? Знаете, Анастасия Павловна, запамятовал я эти детали. Да и дела у меня. Задержался я тут с вами. Вы позвоните мне завтра. Я отдам вам телефон его жены. Если вам интересно, спросите ее сами. А мне их разборки по горло. Неугомонная ты личность, Павлов. Я бы на твоем месте больничный оформил. И дома Храповейского подавил. Дал себе этот подвал. Да там, Сергей Сергеевич, крыс двухметровых видели. Хочу убедиться. Ты сам-то в курсе? Про крыс-то? Угу. О крысах помнится. Кузя все выгнил. А потом с лестницы навернулся. Ну так ты дашь людей с инструментами? Так, у меня Дрюнчев от безделья мается. Его возьми. Ну и Ильичка. Хватит ему на больничке ляс сточить. Двоих хватит? Вполне. Спасибо, Сергей Сергеевич. Могров, ты уж там поосторожнее. С крысами-то. Зря ты в этом начальник затеял. Ну, что думаешь, мне легко своего друга обвинять? Ничего, переживешь как-нибудь. Только не вздумай говорить, что истина тебе всего дороже. Я ведь и вмазать тебя могу. Здорово, Васька. Отсюда, Иванов. Гражданин Иванов, вы вызваны на очную ставку с гражданином Терехиным, который сейчас в вашем присутствии подтвердит свои показания. Ну-ну. Интересно послушать. Они тут на тебя такое наговаривают? Ну, в общем, никто мне уже не поможет. Один у меня свидетель Апальский и тот сумасшедший. Эрунда твоя дело. Я знаю Петюню, он не псих. Любая экспертиза это докажет. Поэтому судья и уперся. Не драйфь экономиста. Делай ей один звоночек. Ага, и Петюню освидетельствую, да. Такое возможно. Тоже мне чудо из чудес. Но ты наивняк экономист. С общаком тюремным справишься? Или ошибся в тебе Агдан? Как с тюремным. Тебе что, Агдан ничего не сказал? Ну, тогда я тебе говорю, справишься или другого кого подыскать? Ну, наверное, справлюсь. Мне нужно не наверное, а наверняка. Врубаешься? Да. Одно плохо. Плевое твое дело. Скоро откинешься. Это плохо. Спокойно, брат. Мы не менты. Тормозить тебя здесь никто не будет. Так откинешься, найдем тебе замену. Вадик, что ты такое говоришь? Я поясняю. Гражданин Терехин утверждает, что вы, гражданин Иванов, были знакомы по крайней мере с одним из потерпевших. С кем я был знаком? Продолжайте, Терехин. Диман сказал по одному этому. Ну, такому лысому, что тот получит сполна за прошлое. Ну, а потом, о, да, я увидел в руке Димы нож. У меня нож? Все было так, как говорит Терехин. Вы были знакомы с Будайко, и вы действительно угрожали ему. Вадь. И у вас был нож. Вадь, ты что? Слушай, Дим, ну… Ну, чего ты боишься? Тебя же… Тебя же отмажут-то… По-любому… Дадут по-минимуму… А мне влепят тут… По-по-полной… Я… Димай… Я не чемпион… И я тут для них вообще… Ноль без палки… Ноль без палочки… Вся жизнь в тенине… Простите… Прости… Ты гнида… Фонарь туши, тут уже светло… Аккурат за эти повороты, наша заветная дверь… Блин, ну и жутко же здесь, а? А ты думал? Интересно, а что за той дверью-то? Минотавр… Ага… Хранящий несметные сокровища мусоров… Извините… Гереб Иванович… Нормально… Пуф… Ну, ребята… Давайте… Грозный начальник, а у вас на всякий случай, если что там, табельное оружие-то есть? Не дрей… Вдрюмчик… А вот еще… Я это так, ради интереса спросил… Я пас… Ты же при бабках, лунь… Ну, есть, малька… Ну и не жопься тогда. Мать не советская власть, к утру переменится. Ну ты чего, спортсмен? Не грузи, дядя Гриша. Да грузит-то бажа арбузами, а я интересуюсь. Побалакай, может что подскажу. Сам знаешь, бог меня ходками-то не обделил. Дурника-то не посоветую. Ни фига себе, да? Похоже на тайное убежище политрука Гузеева. Ну ты не очень-то себе позволяй, Дрюмчев. Да более знакомый образ. Ленина теперь живее всех живых. Только пуль с него сыпется. А из-за чего весь сэрборд-то, гражданин начальник? Не знаю. Ищите, ребята, ищите. Что тут искать? Кругом один, вон, хлам. Похоже на то, Юрий Иванович. Только зачем сюда немой контейнеры таскал? Табличка опасная на двери. Похоже на розыгрыш. А может и прям кто-то подшутил над тобой, Величко? Да, надо мной все шутят. А некоторые даже глумятся. А на самом-то деле как было? Какая разница, как на самом деле было? Меня друг предал. Да, такой кентяров голодный год у тебя портянку схавает. Друг, падла гнилая. Ну, а ты по-другому глянь. Это счастье, что такой бесхребетный полузмей показал свою вонючую нутру-то. Думаешь, лучше было бы, если бы он и дальше по твоему лепшему кореша сухарился? А что хуже? Пусть сухарился. А то я сейчас по воле бы гулял. Знаешь, спортсмен, тебя здесь многие всерьез уважают и впрягутся, если что. А тебе сейчас помощь-то понадобится. Какая помощь? Тот парень, что погиб. Ведь он не оживет. Да жмурик, дело десятое. Бежевых бояться надо. Ведь те ребята-то не просто так к вам подошли. Договорил мне следак, что они с братвой. Только я об этом ничего не знаю. Ты прежде, чем передо мной в отказ идти, подумал бы хорошенько. Димуль, ты бандитскую кассу-то брал? Какую кассу? Ну, ту, о которой подошли перетереть те троли. Ты из какой группировки-то? Димуль. Все путем, Агда. Будем тебя к карнавалу. Таран, брат! Погоди. Нужны две рекомендации. Ну, считай, что моя у тебя есть. Где возьмем вторую? Я не знаю. Велен, походу, меня не любит. Слушай, может, обратимся к законнику земли? Лады. Брат, Ватик, это знает. Кто-нибудь впоряжется. Да-да, вот здесь вот, распишитесь. Все-все хорошо. Следующий. Давайте поживее, быстрее. Дочка, а у меня вот гостиниц. Ой, мамаша, у вас тут у всех гостиницы. Давайте. Да я не займу я твоего времени, доченька. Женщина, разворачивайте продукты. Вот. Это что, гостиниц кому? Да не для заключенного это. Это капитану Багрову. Будь ласкова. Передай ему прямо в руки. Женщина, ну так капитан Багров у нас, кажется, не заключенный, слава богу. Ну, а что я-то? Ну, сами передайте. Да нет, нет. Не могу я такого человека от его важных дел отрывать. Ну, не могу я сама передать. Ну, ладно, ладно. А от кого-то передать? Сказать, от кого-то? От сына моего. Митеньки. От Митеньки? Да. Ну, хорошо, Багрова будет приятно. От Митеньки передам. А, женщина, а фамилия-то как? Фамилия? Где женщина? Что? Хреново, Димуль? Хреново, потому что держишь свое говно в себе. Я понимаю, что что-то делать надо. А что, не знаю. В голове пустота. А, дошло он, наконец-то. Не просто так-то со своим дружком оказался. В той заварухе. Получается, что Вадим все знал? Все о своем Вадиме. Ты о себе подумай. Тебе закрешиться надо с толковыми людьми. Вести в суть дела. Помогут мне звери. А, для начала, давай-ка мне все без утайки. Я знаю, кто мне помочь может. Опять ты чемпион по хоккею с кирпичом. Скажи следаку, что я на допрос спрашиваюсь. Я, я, я так любила этого человека. И он меня. Мы даже хотели пожениться. Но его мать, его мать была против. Но он сказал, что он так сильно любит меня, что он пойдет на все, лишь бы мы были вместе. Но его мать считала, что он слишком хорош для меня. Ну, в их роду были даже имена и фамилии какие-то мудреные. А я была для них какая-то, ну, я не знаю, дубиностая и росовая. За неделю до свадьбы я получила письмо с фотографиями. На них, на этих фотографиях, был мой жених с какой-то другой женщиной, которую я не знала. Тогда я выкрыла пистолет и выстрелила в него. Но бог милостив, и он остался жив. Он работал в органах, и он помог мне, чтобы мое дело уголовное закрыли. Надо же, не побоялся рецидива. Какой рецидив? Мы любили друг друга. Это подстроила его мать. Когда это выяснилось, мы попытались, мы попытались как-то наладить наши отношения снова. Но, но, но было уже поздно. И у нас ничего не получилось. Я так виновата перед ним. А это еще откуда взялось? Подношение от благодарных узников. Вынужден признать Юру, что гуманизм тоже иногда приносит дивиденды. Чего ты несешь? Какие узники? А я откуда знаю? Агафонова притащила. Говорит, какая-то бабка тебя поклон объет. Странно это. Но все равно приятно. Да все путем, экономист. Таран, ты походу понравился. С общаком вопрос решил. Короче, держись меня и в таком авторитете будешь. Заживешь, как у Христа за пазухой. Мне Таран сказал, что я скоро откинусь. Правда? Он так сказал? Ну, это вряд ли. А что ты забыл на воле экономиста? Здесь у тебя дело будет выше крыши. А где ты прикажешь мне другого казначей искать? Ну, это твоя забота. Ты лучше забудь о воле экономиста. Чурьма теперь твой дом родной. Здорово, бродяги. Таран велел передать, что послал Маляву за тебя на землю. Так что готовь характеристики, положенец. Несык, экономист. Наше время пришло. Наше время. Верно я вам сказал, Николай Степанович. Теперь сами убедились. Прошлый у гражданки Сытник самое, что ни на есть темное. Я давно тебе говорил, Пряжкин. Души у тебя нет. Ну, нельзя в нашей работе без человеческого фактора. Ты видишь же, страдает женщина. А потом схватит табельное оружие и натворит делов. Страдает. Не схватит. Не схватит. Эх, Сергей Сергеевич, нет у меня желания с тобой диспуты разводить. А если схватит, то не попадет. Что? Костюк нет, слушай. Есть подготовить заключенного Апальского на психиатрическое обследование. Будет исполнено. Оттуда звонили. Второй раз в жизни с замом генерального разговариваю. Понимаю. Ну, так как с Полиной Витальевной-то? Что? Восстановить. Вот мою личную ответственность. Есть восстановить. Так все и было. Поэтому и взялся на себя. Что у Вадима условно уже есть. Думал о нем. О его семье. А тут навалилась братва, воровская касса, труп. Блин. Во что я влез? Друж, теперь ты знаешь во что. Со всех сторон тебя припекло. Получается, всем успел насорить. И ментам, и бандитам. Да не так все было. Я знаю, что не так. Знаю. А вот все остальные-то знают? Вот, смотри, вот твои показания. Против себя. Все против тебя. Понимаешь? А что они делают? Это они малявы мастырят. Пошлем их по тюрьмам, зонам. Кто знает про меня, что плохое, откликнется. Но, походу, таких козлов не найдется. А для чего тебе это? Экономист, а ты что, в натуре ничего не понял? Я же теперь положенец. Лунь, да объясни ты этому лоху, бога ради. Короче, каждый вор перед коронацией считается положенцем. И в это время ему можно кинуть предъяву, когда и в чем он был неправ. Понял теперь, что к чему? Да понял я, что в вашем мире все непросто. А то, это те, не депутаты, раз в четыре года выбирать. Законник – это на всю жизнь. Главное, с тобой, Юра, все в порядке. А то, что мне Костюхин выговор влепил, так это все пустяк. Хотя, выговор-то мне не за что было лепить. Тормоза-то у автозека были в полном порядке. Что? Тормоза были в полном порядке. Мы с трактористом их вдвоем проверяли. Похоже, тебя кто-то убить хотел. Да ты что, Антипыч? Тьфу-тьфу-тьфу. Да за что? Да и зачем так сложно? За что сам думай? По мне ты уже давно по краю ходишь. Вот с Виллером все никак не угомонишься. Герман повесился, а ведь у него Юр пистолет был. А с Виллером другое дело. За себя я не боюсь. Несчастный случай это, Антипыч. Должно же быть какое-то объяснение. Устал я. Слушай, давай свалим отсюда, а? Так хочется на старости лет по-человечески пожить. А то мне эта тюрьма уже ночами снится. Сил больше нет. Устал увольнять. А у меня еще дела здесь остались. Мне надо убийцу Виллера найти. Дурак. Твоего убийцу кто искать будет? ТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что один стакан? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Антипыч, ну, не надейся, даже не заманишь. Я ж тюремный человек. У меня даже фобия особенная. Боязнь разомкнутого пространства. Так я ж серьезный, Юр. И я серьезный. Ну, да ладно, как знаешь. Ну, по чуть-чуть. Давай. Чтоб забыться на время. Хотел бы. Да не помогает. Ботли не помогает. Только продукт зря переводить. Чего? Не пошла жидкость. Ты что? Ты что? Бил, я ничего не вижу. 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 Бил, я ничего не вижу.